Меня как-то спросили, Дима, чего тебе не хватает для полного счастья в Нидерландах? Я ответил просто, велосипед, правда, вам может быть покажется смешно, что мне в Нидерландах нужен был для полного счастья велосипед. Поэтому в этом ролике пойдет речь только велосипед и Нидерланды. Я правда мечтал о собственном велосипеде в Нидерландах и моя мечта практически ощутилась. Но у меня нет такой возможности просто купить нулевый велосипед в Нидерландах, потому что моя работа связана в Нидерландах с частными переездами. И нет такой возможности купить, и чтобы тот человек, который меня с одной точки в другую точку перевозит, мог бы с собой брать мой нулевый велосипед. Просто нет такой возможности. Поэтому мне приходилось либо брать на прокат, либо брать велосипед на халяву. Ну то есть бесплатно. Если вы турист или просто приезжий, и вы хотите приобрести велосипед на прокат, то вам не обязательно иметь нидерландское гражданство. Или просто иметь права как на машину, то есть на автомобиль. Вы его можете просто так купить, то есть на прокат. И вам это обойдется 11 евро в сутки. Нидерланды можно смело назвать мир велосипедов. Потому что в Нидерландах это что-то святое на дорогах. Даже святое, чем сам автомобиль и шофер, который сидит внутри автомобиля. И здесь мне кажется даже человек, который посмотрит этот ролик, со мной согласится, что люди, которые были просто в Нидерландах и потом оттуда уезжали, ну то есть туристы. Они скажут, что велосипедист на дорогах это что-то святое. Конечно есть какие-то ограничения для велосипедистов. Потому что если вы допустим взяли велосипед и хотите покататься на главной дороге, обычно она называется бан, то вас скорее всего сбьет машина. Потому что если это главная дорога в Нидерландах, то там запрещается ездить просто на велосипедах. Потому что автомобилисты, которые ездят на главных дорогах, они подумают, либо вы обкурили с травы, либо вы не знаете правила дорожного движения. Я считаю, если вы даже не имеете прав, но хотите покататься в Нидерландах, вы обязаны знать хоть какие-то правила дорожного движения. Я считаю это очень важный пункт, сказал в этом видео. Правила дорожного движения. Что касается правила дорожного движения, для каждого велосипедиста, кому нравится кататься, а таких желающих и людям, которым нравится кататься в Нидерландах именно на велосипеде, отведены специальные красные дорожки. Если это главная дорога в центре города, то обычно это справа и с левой стороны. И просто вот как идет тротуар в Латвии, так в Нидерландах это считается типа тротуар только для велосипедистов и для пешеходов. Конечно, если взять какую-то деревушку или какой-то колхоз, там естественно есть дорога как и для автомобилистов, так и для велосипедистов. Если вы захотите своровать велосипед, то вы это не сделаете, потому что для каждого велосипеда есть свой замок. И этот замок очень хитро сделан. Велосипед практически невозможно своровать и либо его надо приобрести, либо взять на прокат, либо взять где-то на халяву и вернуть обратно там, где вы его взяли, либо вам купить. Что касается велосипедов и купить его в Нидерландах, то вам обойдется очень дорого. Ну то есть хороший велосипед, качественный, такой нормальный, он будет стоить от 1000 евро и заканчивая там уже 2000 евро. Закончу этот ролик тем, что Нидерланды можно смело назвать мир велосипедов. Субтитры создавал DimaTorzok